В Ирландии. Это первый день. Напомню, что впереди у нас настоящий снукерный марафон вплоть до 20 декабря. Один турнир будет сменять другой. Без перерыва. Сперва этап серии Home Nations, затем чемпионат Британии, который мы, кстати говоря, будем показывать с первого раунда. Обычно мы подключаемся с матчей второго раунда. Но в этом сезоне покажем весь чемпионат Британии. Дальше еще один этап серии Home Nations. Шотландский этап. И, наконец, турнир Гран-при. Куда попадут лучшие 32 игрока по текущему, по годичному рейтингу. Рефери матча Дэйв Форд. По-моему, это он. maisookie период CSVС, по-моему, это он. Хотел поставить снукер Каспер Филиппяк после того, как забил шарпу отыгрышу, но не удалось ему. Поставить снукер, тем не менее, атаки у Бриселя в левый угол нет. Касперу Филиппяку 24 года. И 9 лет назад, в 2011 году, Каспер присоединился к профессионалам. После победы на чемпионате Европы в категории до 21 года, стал первым представителем Польши, который вошел в мейн-тур. Ни одной победы не одержал. Выиграл всего лишь 4 фрейма. За первый год вылетел из тура. Неудачно выступил на турнирах PTC. И получилось отобраться только спустя 7 лет. Только спустя 7 лет, благодаря чемпионату Европы, где в финале Каспер Филиппяк обыграл Дэвида Лилии в решающем фрейме. Но никуда из мира снукера Каспер Филиппяк не уходил. Принимал участие на любительских турнирах. Пытался отобраться через турниры PTC, через QSchool. Но не удавалось. Сейчас занимает Каспер Филиппяк 80-е место. Если не войдет в топ-64 по итогу сезона, то будет пробиваться вновь. Через QSchool, Ли, челлендж-туры и так далее. Есть несколько вариантов попадания в тур. Но сейчас давайте сосредоточимся на подходе Луки Бреселя. А я бы, во-первых, вернулся на несколько секунд назад. И отдельно бы отметил отыгрыш Бреселя. Вот как раз в моменте, когда Филиппяк пытался поставить снукер, Бресель видел три красных у левой угловой лузы. И отыгрался просто замечательно. От двух бортов по касательной в нужную точку попал. И это подтверждает еще раз прогресс Бреселя именно в отыгрышах. Прежде это было, пожалуй, самым слабым местом Луки Бреселя. Всегда отмечали Бреселя за его атаку, за его серийность, за его яркие удары. Вот что-то вроде раннего Джада Трампа. Какой-то бешабашный был снукер. Но в последнее время, мне кажется, что серьезно подтянул свои отыгрыши Бреселя. Как раз к вопросу о том, что не нужно вешать ярлыки на игрока сразу на 20 лет. Мартин Гулт обыграл Джейми Кларка 4-0. Параллельно проходит еще... Теперь уже два матча. Фань Зинь Юй против Роба Милкинса. Аккен Дуэрти с Крисом Уэйклином играют. Лука Бресель. На Европеен Мастерс дошел до третьего раунда. Проиграл там Джексона Пейджу. Мы уже вспоминали. Джексона Пейджа, который сделал в матче до пяти побед. Семь полтинников. Да, я сказал шесть тогда. Семь. Семь полтинников. Как раз соперником Пейджа по этому матчу был Бресель. На Энглиш Оупен Бресель проиграл Дину во втором раунде. На турнире чемпион чемпионов уступил Марку Селби. В одной восьмой отобрался на Джерман Мастерс. В прошлом сезоне стал победителем турнира чемпионат лиги Лука Бресель. Проводилось два турнира. И вот как раз второй летний турнир выиграл Бресель. Но в прошлом сезоне он был еще не рейтинговый турнир. А если говорить о рейтинговых, то здесь есть финал. Джерман Мастерс четырехлетней давности. И победа на Чайна Чемпионшип 2017 года. Неточный выход на розовый. Ну как сказать, это не то что сорвал выход. Помарочка. Но отреагировал Бресель так, будто все, серия не продолжится. И действительно не продолжилась. Вот это наглядная иллюстрация слов Джада Трампа. Джада Трампа. Да и Кайрон Уилсон об этом говорил. Если что-то пошло не так, если где-то сорвал. Не сорвал, не точный просто выход сделал. Нельзя себя накручивать. О. О. Роскошного сваяка кладет в желтую лузу Филипяк. Причем посмотрите, попал точно в центр лузы. Я про черный шар. Бывает, что игрок там не дорезает, перерезает. Поэтому биток идет не так, как он планировал. Но здесь-то прицельный шар зашел в центр лузы. Тогда, пожалуй, можно считать ошибкой со стороны Филипяка. А вот еще одна ответная ошибочка от Бреселя. Тоже здесь можно было избежать этого фола. Сейчас-то атака у Филипяка проще, нежели у Бреселя. Бреселя вовсе, похоже, не атаковал, а отыгрывался. Есть для продолжения розовый шар. Куда выходить? Выходить некуда. Может быть, даже снукер ставить придется. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому. Если бы играл розовый Филипяка, ну что, вместо 7 очков стало бы 13 в наборе. А что дальше? Дальше нужно было бы отыгрываться самому на красном. То есть отставание 45 очков или 39 в данном случае это не имеет большой разницы. Важнее перехватить инициативу. Попадает Бресель. Шар вдоль борта не будет играть Филипяк. Ему было бы здорово вывести на игру. Красные шары. В чем еще, пожалуй, стоит добавить Бреселю? Это, конечно, в ментальной составляющей. Потому что прежде Бресель был одним из самых нестабильных игроков Тура. Флюк забивает не специально. Бельгиец за что извинился. Но Флюк, похоже, приведет к победе Бреселя во фрейме. Как говорится, удача улыбается смелым. А потом долго над ними смеется. Ну вот чего-чего, а смелости Бреселю не занимать. Турки. 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 Туни-вот. Турки. Еще один матч стартует у нас на плеере Джоу Юэлон, Джимми Уайт. А Лука Брисель не забивает желтый шар на победу игроков в матче. На победу Бриселя 1-0-7, на победу Каспера Филиппяка 9. Подробности можете узнать на сайте badboom.ru в разделе спорт. Итак, первая партия завершилась победой Луки Бриселя. Ровесники, обоим по 25 лет, оба впервые ощутили вкус мейн-тура в 2011 году. Но судьба сложилась по-разному. Брисель по юниорам, по любителям выделялся своим талантом. И прежде уповал только на атаку. Был в ТОП-16 Брисель, был 11-м и не так давно. Три года, три сезона назад всего. За прошлый год уж очень упал в рейтинге Брисель. С 15-го на 38-е место. Если до этого была победа на China Championship, а это был тогда рейтинговый турнир. Были полуфиналы. Был полуфинал Welsh Open, финал German Masters. Был четвертьфинал Shanghai Masters. Полуфинал China Open. То есть турниры денежные. И призовых собирал немало Брисель, что и позволило ему взобраться в рейтинге. В последние годы, в прошлом сезоне, не было ни одного четвертьфинала рейтингового турнира. Был полуфинал Paul Hunter Classic. И победа на чемпионате лиги. На всех остальных рейтинговых турнирах один раз дошел до 1-8 финала на Welsh Open. До этого проигрывал еще раньше. Причем были поражения Найджелу Бонду, например, на чемпионате Британии. Мартину Голду. Это сейчас Голд. Можно сказать, обновленный. А тогда Голд... Голд был в депрессии. Адаму Стефанову, соотечественнику Филипяка, проиграл. Адаму Стефанову. Голд. 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 Но здесь, похоже, тоже ничего, кроме снукера, не придумать. Желательно перекрыть левую сторону Брисселю. С левой стороны можно подвести биток, кажется, что без последствий. Может ли использовать два длинных борта Бриссель для этой же траектории? Может быть и может. Там второй, снизу точнее, сейчас скажу, в группе нижний шар. Бриссель опасен. Он идет слева направо. Но это, пожалуй, не совсем то, что задумал Бриссель. Наверное, идея была той, которая сказала, подвести с левой стороны. Штрафа избежал. Пожалуй, в левую среднюю ничего нет. В правую среднюю, если шары режутся, то... Это нет, это не вариант. Удар слишком сложный. По выходу вопросы, в общем, не по шансам. Опасно катится красный шар. Очередная атака Филиппяка. Редактор субтитров А.Ж. Полома. Продолжение следует... 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 А вот здесь будет атака в левый угол. Можно провести биток мимо красных. Про черный мы уже забываем. Но Каспер много ошибается. Не просто много, а супер много ошибся только что. Продолжение следует... Еще одна атака. Не точен Филиппяк, но надо признать, что оба... Оба удара поляка по лузе были после неточного отыгрыша Брюсселя. Нам дали статистику. 7 из 9, но сейчас 7 из 10, потому что прошлый отыгрыш был неудачный. 70% это... Не особо высокий показатель. Хотя мне казалось, что в последнее время стал лучше отыгрываться бельгиец. Редкая встреча игроков из континентальной Европы в рамках мейн-тура. У нас есть представитель Франции теперь Брайан Ошойски. Есть игроки из Германии. Саймон Лихтенберг, Лукас Клейкерс. Был как-то в показе и Адам Стефанов из Польши. Ну и, конечно, видели мы и Родиона Юдина. Ну и сейчас видим Юлиана Бойко. Вроде никого не забыл. Сейчас понаблюдайте, кстати, за ударом Бреселя. Но не сейчас, сейчас будет опорная рука. Не на сукне на борту. То, о чем говорил Алан Макманус. Вот что смущает Макмануса в игре Бреселя, в его технике. Слишком далеко опорная рука от битка. Вот, будто и режиссеры британские тоже вспомнили о словах Макмануса. Очень большой вылет Кия. Нередки случаи, когда профессионалы с большим стажем игры какие-то вещи меняют в своей технике. Конечно, база поставлена. Качественная. Но какие-то процессы шлифовки периодически проходят. Как правило, игроки сложившиеся, они уже не имеют постоянного персонального тренера, но обращаются к разным специалистам для корректировки той или иной стороны своей игры. Будь то техническая или ментальная. Постепенно убирает этот беспорядок на столе Лука Бреселя. Быстрее играет Бельгиец. 23 секунды у него против 27 с половиной у Филиппяка. Небольшой уголок на розовом позволяет сделать кэнон с нижними красными. Но давайте смотреть, есть ли продолжение в правый угол, мне кажется, нет. А раз нет, нужно отыгрываться. Ужасная позиция для Каспера Филиппяка. На бортовые красные, плохой черный, еще и коричневый с зеленым. В общем, созданы практически все условия для того, чтобы помешать Филиппяку выиграть эту партию. И не даром, не даром Филиппяк выводит на игру коричневый шар. Понимает, что ему для победы в перспективе нужны все цветные. А отставание еще не столь критичное, чтобы обязательно играть цветной после красного. Получилось неплохо, но это незапланированный, конечно, отыгрыш. Бриселя, двойное касание битка с красным. Нет, не входило в планы. А вот здесь уйдет ли биток за желтый. До последнего было непонятно. Если бы остался где-то до болкерной линии, была бы атака в правый угол обязательно. Посмотрит сейчас Филиппяк. Может быть и... Нет, не будет рассматривать атаку в правую среднюю. Здесь Бриселе нужно быть аккуратным, потому что нужно попадать в красный шар с левой стороны. А по той траектории, по которой отыгрывался бельгиец, биток шел правее. Вот сейчас хорошо. 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 Было непросто технически выполнить этот удар, но справился Филиппяк, справился. А сейчас позиция не такая уж и плохая. Если в начале этого тактического отрезка мы выделили плохо расположенные зеленый, коричневый, красный, то сейчас зеленый с коричневым уже не такие страшные. Коричневый вовсе вышел на игру. Красный уже не у борта, только один рядом с черным. То есть по сути среди всех минусов позиций это плохой черный шар. Остальные-то красные на игре. Но недолго здесь продолжались. Вот огрыше. Ну, Брюссель. Не дорезал, причем много не дорезал. Даже в губки не попал. Если будет так транжирить свои моменты Брюссель, мне кажется, как-то недостаточно ответственно он относится сейчас к концовке фрейма, полагая, что победа уже в кармане. Брюссельпель Брюссель Получилось неплохо. Получилось вывести на игру черный. Здесь то черный был плохой, коричневый получше. Сейчас черный на игре, опять зеленый с коричневым. Но шли куда-то вдали. Кен Дуэрти тем временем 3-0 ведет с Крисом Уэйклином. Ну нет, там 2-0. 2-0, но Кен на серии, 46 очков. Подход Дуэрти. Давайте 2,5 на 0. У Милкинса с Фанем точно такая же ситуация. Тоже 2-0 в пользу Милкинса. Доведет? Нет. Нет, это фолл-мисс. У Джоу Юэ Луны и Джимми Уайта завершился первый фрейм. Завершился он победой Джоу. Траектория та же, просто чуть сильнее. Если бы зеленый находился подальше от борта, можно было и спрятать. Красный за зеленый. А этим ударом Филиппяк вывел на игру зеленый. Коричневый. Тоже неплохой, скажем так. Не катастрофа. Остальные цветные на игре. Так что позиция все лучше и лучше для Филиппяка. Роннио Салливан. На наших экранах увидим в деле мы Роннио Салливана уже сегодня вечером. В матче против Джейми Унила. И следом Шон Мерфи сыграет с Райаном Дэем. Сегодня вечером Джек Лисовский проведет матч с Ашли Карти. Стивен Магуайр. Он будет на плеере. Аарон Хилл. Джексон Пейдж. Два тинейджера. В идеале, конечно, было бы завести за зеленый, но и так тоже неплохо. Могло получиться совсем хорошо, если бы синий ушел куда-то к левому борту. Попадает Филиппяк. 6 из 9 в дальних ударах, то есть 67%. Так, что смутило Филиппяка? Мне кажется, что можно было выходить на желтую лузу. Когда показали крупный план, у меня сложилось впечатление, что проходит все-таки мимо синего. Но, может быть, здесь повезет. Похоже, желтый виден. Для атаки. А вот по реакции Брюсселя, похоже, что нет. В пограничных моментах, наверное, лучше смотреть на реакцию игрока. Потому что по такой телевизионной картинке не всегда понятно, проходит ли биток, проходит ли шар мимо другого. А вот по реакции игрока мы понимаем... Мы понимаем. Просто у кого-то это ярко выражено. А кто-то умеет хранить эмоции. Вроде как планировал покасательный задеть желтый шар. Брюссель, но боится промахнуться, наверное. Получилось неплохо. Шары развел. Мне кажется, желтый играется. И хотел его сыграть Филиппяк, но не забил. Я, честно говоря, не ожидал продолжительных обменов отыгрышами в этом матче. Пока третья встреча получается самой упорной, что ли. Лили вообще не смог навязать никакую борьбу к Айрону Уилсону. Джерард Грин выиграл первый фрейм, но тоже на этом все. Получился безопасный отыгрыш у Филиппяка, но в результате него зеленый ушел на отвратительную отметку. Субтитры создавал DimaTorzok Желтый неизбежно касался черного шара. Но сложилось все удачно. Может затянуться Эйншпиль второго фрейма. Пять минут без забитых шаров. Но вот сейчас может быть обнулен этот счетчик. Желтого мало Брисселю. И зеленого будет мало. Ищет соринки на битке Бриссель. Как будто соринки стали причиной плохого выхода. Вот сейчас может измениться положение не только зеленого, но и коричневого шаров. Лишь бы зеленый не отдать. Субтитры создавал DimaTorzok Бриссель будто проказник шкодит, портит позицию. Филиппяк бегает, только все там... Так, здесь он что-то там набедокурил. Так, надо что-то вводить опять на игру. Увел шары на плохую позицию. Да что ты будешь делать? Филиппяк исправляет. Филиппяк бегает, все чинит. Но все правильно. Это же снукер не только состязание, кто больше сотен сделает. Кто больше стандартных концовок зачистит. Продолжение следует... Это плохо. Так может и до черного все дойти. Коричневый Филипиак играть не будет. Попытается отыграться. Может быть за синий поставит Снукер. Может быть просто биток оставит у дальнего Борта. Вот Борта сыграет. Скорее вот здесь будет Снукер за синий. Если этот фрейм выиграет Бриссель, то я думаю, что психологически уже не вытащить этот матч Филипиаку. Давайте представим, если концовка останется все-таки за поляком. Плюс сколько везло уже Брисселю сегодня. Ну и Филипиак уж тоже должно повезти когда-никогда. Продолжение следует. Продолжение следует. Спасибо за субтитры. Пол. Вот, кстати говоря, примерно такое же было расположение битка и в том эпизоде «Желтого шара» у Марка Уильямса и Пола Дэвисона. Я сегодня рассказывал про эпизод. И тогда Дэвисон сфалил. Вот примерно такое же было расположение битка с цветным. И тогда задел «Желтый шар» Дэвисон, что не попало в поле внимания рефери. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует. Как будто стандартная концовочка матча, скажем, Мартин О'Доннелл, Род Лоулер или Найджел Бонд, Крис Уэйклин. Вот в исполнении вышеуказанных снукеристов такие концовочки, такие фреймы – это не редкость. Равный показатель в отыгрышах. Довольно опасно направлял коричневый шар. Бриссель здесь нужно было играть по такой траектории, по которой отыгрывался. Лукано сыграет чуть шире бельгиец, и коричневый остался бы где-то у Лузы. Имеет ли смысл сейчас играть по Лузе? Зависит от того, какая резка, какой уголок. Потому что в случае успеха здесь можно получить синий шар. Синий-то недалеко от Лузы находится. Расчетливо отыгрывается Филипяк. Понимает, что коричневый шар, даже если бы увидел Бриссель в правый угол, он, скорее всего, не сыграет. Потому что там синий. И здесь хорошее решение нашел и выполнил Каспер. В прошлом сезоне между собой играли Брюссель и Филиппяк, тогда 4-1 победил бельгиец. Может воспользоваться тем, что синий заблокировал зеленую лузу, Брюссель и туда катить коричневый. Но вообще-то может быть и проходит коричневый мимо синего, а если так, то нужно атаковать. Забить синий труда не составит, а вот выйти на розовый комфортно не получится. Надо забивать и отыгрываться уже на розовом. Как мог, нет, как мог вышел все-таки на розовый шар Филиппяк. Я, честно говоря, думал, что линия удара более прямая. Здорово, здорово. Еще пытался и на черный поставить биток, так, чтобы комфортно катить вдоль борта. А ведь все до черного и дойдет, как и предполагалось. Потому что розового теперь мало, Брюсселью. 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 Розовый, похоже, режется Биток опасный идет в район зеленой лузы Как бы здесь биток не уронить Так, розовый есть Но розового мало было и Филиппяку, и Брисселю Здесь все решится на черном И либо его забивает Бриссель Счет 2-0, либо забивает Филиппяк И тогда дополнительный черный Вполне возможно, именно второй фрейм станет ключевым Это плохой отыгрыш Это не подставка, но это атака А желательно при отыгрышах на черном шаре Исключать атаку Смотрите-ка, Бриссель Не решил Не решился, точнее, атаковать Решил сыграть наверняка Ранний Бриссель даже бы и думать не стал Играл бы еще и, если бы хуже была резко Сложнее А это что? А это 2-0 в пользу Брисселя Это очень-очень плохой отыгрыш в исполнении Филиппяка Это очень-очень-очень был плохой отыгрыш На сайте badboom.ru в разделе спорт 2-0 у Брисселя с Филиппяком В других матчах 4-0 у Милкинса с Фанем Джоу, как мы видим, оформляет победу в третьем фрейме А встреча с Джимми Уайтом Похоже, Джимми Уайт На данном турнире останется только в роли эксперта Кен Дуэрти Крис Уэйклин Здесь 3-0 в пользу Любимца Дублина Дарлин оф Даблин Именно так звучит никнейм Кена А у нас практически моментально позиция стала открытой Сколько времени прошло Вот буквально заглянули на другой стол К Джоу Юэлуну и Джимми Уайту Узнали, как дела у Милкинса и Кена А все, а здесь позиция открыта Свободен черный Открыт розовый, синий У Брюсселя есть атака В левый угол С выходом на черный Если играется ли черный справа налево Есть запасной вариант атака В левую среднюю И все-таки получился выход В левую среднюю Не стал зацикливаться Брюссель только на одиночных шарах Обратил внимание на всю позицию На все варианты И высмотрел Плант Плант, который позволил ему Продолжить брейк Не очень понравился Предыдущий выход Со второй попытки Получился Ли В правый угол есть игра Но только с рестом В левый угол похожей игры нет Опять же не зацикливается Брюссель Посмотрел еще и на верхний красный Видимо решил все-таки его играть Может быть ощущает Что Такой шар без реста Проще для него Чем нижний Но с рестом Семьдесят Семьдесят 24 Продолжение следует... Расчетливый кэнон. И одна из главных позиционных сложностей позади. Но здесь не дорезает Брюссель. Освободил черный и на черному и настигла ошибка. Бельгийца. А преимущество не такое уж и большое. Позиция открыта. Бельгийца. 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 Да, здесь либо обводящим ударом... либо выбирать другой шар. Практически в лузе находился черный шар, поэтому даже удалось Филиппиаку сделать хороший выход. Как и Брюссель, Филиппиак не дорезал в левый угол черной сточки. Ну что, неужели отдал все эмоции в прошлой партии? Неужели не совладал с нервами Филиппиак? Никогда не проходил стадию второго раунда. Филиппиак максимум выигрывал один матч на турнире. В прошлом сезоне обыграл Джойса. Обыграл Джорджу и Райли Парсонса. И Синтуна тоже обыграл. Вот четыре победы. Нет, не четыре. Мог квалифицироваться? Ну как мог квалифицироваться? В квалификации к чемпионату мира Паджета обыграл. Ну то есть играть-то умеет Филиппиак? С Уильямсом на Гибралтаре до седьмого фрейма дело дошло. Не упадет красный шар? Нет, не упал. С Бильхамом на English Open зарубились до седьмого фрейма. Вот. Вот. Опять не дорезал. Но Брюсселя тоже нужно быть аккуратнее. Если Филиппяка, он пройдет с этой игрой наверняка, Каспер что-то совсем расклеился. Дальше по сетке Род Лоулер. Род Лоулер, который снялся с квалификации German Masters из-за проблем со спиной, но это не помешало ему сегодня обыграть Лихтенберга 4-1. А ведь, знаете, прежде Брюссель очень неудачно играл с медлительными, тягучими игроками типа Лоулера, типа Питера Эбдона раннего. Точнее, не раннего, а условного Питера Эбдона. То есть на месте можно подставить и Бернса, Рори Макклауда. Вот еще один яркий, ярчайший представитель этой школы. Так что это тоже может быть интересно, потому что терпения Брюсселя может хватить на игроков, подобных себе по стилю игры, но может не хватить на Найджела Бонда. Брюсселя 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 Брюсселя. Брюсселя 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 Брюсс Да, Джо Юэлун выходит в следующий раунд. Вот интересно, с кем сыграет Джо, потому что в последнее время Юэлун очень хорош. Сыграет он с Нопоном Сэйнгхамом. Сэйнгхам прошел без игры во второй раунд из-за того, что его соперник Тянь Пенфей снялся. Из-за положительного теста на коронавирус. Вот это сейчас забивает Брюссель. Очень хороший шар. Замечательный удар Брюсселя. Замечательный. Еще под бой. И должно быть продолжение. Должно. Но в правую среднюю, похоже, не проходит шар. А вот и Джо Юэлун. Джо Юэлун сейчас играет, как мне кажется, чуть ли не в лучший снукер. Ему всего 22. Он очень был хорош в первых сезонах. Мне казалось, он по игре посильнее в целом, чем Бинтао и Синьтун. Синьтун как-то отошел на дальний план, что ли, пока Бинтао первым выиграл турнир из них. Юэлун на некоторое время выпал из снукерной карьеры. Из-за семейной трагедии. Но в этом сезоне Джоу очень хорош. Он проиграл только лишь Мерфи, Селби и Трампу. Только три поражения за сезон. При этом все в порядке с серийностью. Это кого он здесь обыграл с горой сотен? Доминика Дейла на чемпионате лиги. 3-0 и три серии. 122 и две по 134. Так что Джоу Юэлуна мы увидим в следующем раунде. Но Понсинькамб игрок добротный, но в текущем сезоне что-то у него игра на игру не приходится. Еще раз повезло Бриселю. После отыгрыша упал красный шар. И есть продолжение в виде желтого или коричневого шаров. Есть хорошая позиция, есть перспективы для серьезного набора очков. Вот тоже интересный матч следующего раунда. Мартин Гулд, Рори Макклауд. Давненько мы не видели Рори Макклауда. Сейчас он вновь профессионал. Продолжение следует... Брюсель играет раскрепощенно. Не тушуется перед сложными ударами. Вот сейчас удар был в зеленую лузу. Айти. Не то чтобы очень сложный, просто нестандартный. Почему такие удары вынуждены играть Брюсель? Потому что биток держится неважно. Алан Макманус может теперь переключиться с Кайрона Уилсона на Брюселе. То он чехвостил Кайрона за плохой контроль битка. Но теперь есть за что поругать и Брюселя. Ну, здесь... Даже слов нет. Тем циничнее выглядит промах от Брюселя. Не клеится игра абсолютно у Филиппяка. И нет, чтобы по-быстрому отпустить его домой. Нет. Нет. Дружище, играй. Брюсель. Бом. Продолжение следует... Продолжение следует... После продолжительных приготовлений удар выполнен точно. Продолжение следует... То, о чем так часто говорят сноукеристы мирового класса. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Кажется, что можно отыгрываться от левого красного. Два длинных борта и за зеленый, желтый, коричневый туда. Долго размышлял Филиппяк, честно говоря, даже не знаю, что он мог выдумать лучше в этой ситуации. Опасался, видимо, атаки в правый угол от Брюсселя. Какая-то саркастическая улыбка была сейчас на лице Луки. Хороший выход. На нужный шар привел биток Филиппяк, именно этот шар. Филиппяк блокировал путь черному в левый угол, но который уже раз Филиппяк не дорезает в левый угол. Который третий, по-моему. Причем, ладно бы это были сложные удары. Боро. Боро. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Не то, что лучше, это практически единственное И получилось очень хорошо Что случилось? Что такое? Что, не забил разве? Я не понимаю Выход сорвал Мне кажется, избыточно уже накручивает себя Брисель Два снукера нужно филиппяку И, честно говоря Не выходи Не совершай ошибку С одной стороны, молодец филиппяк, что не опускает руки То есть можно было Я думаю, очень многие на месте Каспера Наплюнули бы И решили Закрыть уже этот матч Забыть о нем, как о страшном сне И уйти готовиться дальше Следующий матч у филиппяка В рамках чемпионата Британии Состоится через неделю И в соперниках Акани Сонгсером Сават Акани здесь проиграл Питеру Лайнцу в квалификации к Джерман Мастерс До этого Хиггинсону Конечно, с такой игрой Филиппяк проиграет Акани Даже двух мнений быть не может Но я не думаю, что сыграет так же плохо Филиппяк Сегодня Каспер ошибался непростительно много Я говорил о том, что Как я забыл, кто Кто был в соперниках у Кайрона Уилсона А, Дэвид Лили Один за другим идут матчи Поэтому уже потихонечку забываются Предыдущие Так вот, я сказал, что Лили Непростительно много ошибается Но сегодня Каспер Каспер сыграл очень слабо И я надеюсь, что В матче с Акани Не только в этом матче А в принципе в сезоне Будет играть сильнее Каспер Филиппяк собраннее И успокоится